сегодня короче сонный невыспанный выпуск будет но много работы но это хорошо я буду в кепке не успел в rebel что в рюкзаке очередной выпуск привет поехали и начнем мы как обычно с чего правильно что в рюкзаке ребята 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 есть много в принципе чего рассказать но я буду очень осторожен и всего будет по чуть-чуть начну на скромном классика классика жанра в рюкзаке всегда книга но я не буду сильно много потому что я еще в принципе и и не дочитал но это мастрит причем почти для всех как бы глупо это не звучало для людей чем бы в принципе не занимались но тут так и написано как создавать сильный текст копирайтером дизайнером журналистом менеджером и всем кто пишет по работе я наверно одну треть от этого все прошел мало времени читать очень кстати советую если вам по работе нужно что-то писать вы просто берете покупаете эту книгу кстати реально они пишут что они ее не издавали именно в электронном виде если вы нашли какой-то электронный формат то скорее всего вы наткнулись на мошенников особенно если вы ее купили честно не знаю что за издательство где купить но я думаю интернет для бог у всех можно найти так что если по работе вам нужно писать то вам нужно все-таки это изучить потому что реально вот такие элементарные вещи казалось бы но вот я того что я узнал что я узнал я как-то особо не понимал не обращал на это внимание они на это просто прямо показывают а я уверен что если дочитая буду писать такие тексты что мама не горюй вот с этим понятно с этим разобрались вот эти штуки я просто хочу показать потому что хочу это вряд ли может быть вызовет такой восторг у людей которые вызывают у меня но я просто испытываю во-первых типографический оргазм во-вторых просто дико кайфую это получается брошюрки какого-то немецкого театра и если вы дизайнер или допустим ну просто человек который заинтересованы каких-то таких даже в том же театре это какие тут буковки какое тут все какая тут верстка у любой страны есть своя какая-то там характеристика неважно будет то водка матрешка либо там кто как пишет и то что типографы все топовые до куда не плюнет топовый типограф это будет немец там от чехольда до шпикермана видимо это сказывается и на остальной культуре немецкой но это очень это просто сидеть листать и просто восхищаться тут непонятно что написано кстати нашел тут какой-то булочок я просто листал ничего не понятно потому что а вот кстати случайно на него и открыл надежда то лаконникова мид колейдер россии панк рок-бэнд пусть вает что-то пропусирает абсолютно не знаю что немецкий я не изучал в школе потому что в школе изучал геометрию поэтому стал дизайнером вообще никак не связано почему проект не рассказать у нас очень интересная передача ладно не будем много про это еще ко мне в рюкзак абсолютно абсолютно недавно так не говорят недавно про просто недавно попала вот эта вот брошюрка я думаю вот это все знакомо абсолютно любому в принципе жителю нашего города потому что платоновский фестиваль искусства это все-таки уже такая наверное достопримечательность города если можно так выразиться понятно что он проходит раз в год и но его все ждут знают любят реально это масштабное событие очень много чего происходит очень многое про это сейчас не буду говорить фестиваль в принципе уже прошел и смысла сильно об этом говорить нет вот такая кстати еще и штучка тоже связано связано с платоновским абсолютно недавно узнал что айдентику с которой я дико кайфовал крайнего фестиваля то есть вот это со знаками с голубями делал оказывается гурович но можете загуглить потом там типа это очень реально крутой дядька не местный он просто был я видел что он был в городе с выставкой в камерном но не знал что он прям будет рисовать айдентику еще думала почему же так круто реально звонил ребятам какая крутая платоновского в этом году айдентика оказалось что все таки даже не наши ребята ну не суть это все попало ко мне как довелось мне немножко поработать с платоновским фестивалем как бы как бы мы немножко подружились пообщались поработали у меня появилась возможность сделать город чуточку лучше есть две поверхности в городе возле пролетария который очень старый еще советских времен какой-то цветок какой-то что-то еще и все это но жило 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 и на на это внимание никто особо сильно не обращал и тут платоновских как бы себе захватил и так судьба сложила что я в этот момент оказался рядом и а давайте попробуем что-нибудь крутое нарисовать и у меня не получилось то есть я сделал раз вариант я сделал два вариант 3 4 и я считаю я потом вот недавно переслал их там человеку одному на посмотреть я считаю что все они реально достойны на самом деле но почему-то я не попал именно туда куда они хотели чтобы я попал но они остались у меня на компьютере я думаю что как-то постить их как проекты но нет смысла делиться но все-таки я бы их показал вот здесь потому что ну посмотрите и на самом деле крайний вариант вот эти вот желтые две композиции уже бычков сказал что да кстати неплохо очень даже неплохо но нам такое мэрия и чиновники никогда не согласуют и как обычно как обычно в нашей стране это бывает какая-то дума государство власть немножко под запорола в какой-то степени в общем было реально интересно с ними поработать к сожалению не получилось но в принципе любой успех он состоит из того что у тебя сто раз не получается а на сто первый может быть у тебя все обязательно получится это все про про одно и то же говорю ребята надо работать на этом я думаю все сегодня интересные гости я думаю предстоит долгий интересный разговор поэтому я заканчиваю делаю глоток лучшей воды на этой планете мне кстати сказали что лучше не пить в передаче но он не мог удержаться и как обычно по хлопочку let's go поехали о чудо хлопок начинал хлопать я закончил гость миша привет привет миша салойдин если кто вдруг не узнал а быть такого не может как всем известно миша мне кажется тоже многие знают нашим год кроме мама и папа знают многие кроме мама и папа это неплохо миша ну во первых начнем с того что спасибо что пришел то есть как вас есть пригласил стихий на тебя пригласил ты вроде как такой согласился и первый вопрос вот пришел или прибежал я приехал 120-го не не создавая nop 128 такси везет 245 рублей в час пик почему везет они яндекс яндекс стоила 272 рубля дороговато дороговато для меня согласен слушай то есть ты промониторил все что короче едет но кроме 120 в этом 17 стабильная ставочка что привез миша что в рюкзаке ты что в рюкзаке у меня это хороший вопрос что им в рюкзаке давайте мы начнем с боковых так сказать карманов это заранее такой многофункционального функциональный рюкзак до рюкзаке у меня сбоку стоит чаёчек вот чаёчек я буду как антон володин начать с поилки вот это мне очень понравилось снова будем показывать здесь должен появиться кадр где антон достает свою вот поюлочка я ставлю свою вот это первое пора бы себе купить поелочку да и ну тут на самом деле можно положить вот так вот вот это кстати неплохо слушай ну ты дочитал или в процессе в процессе на самом деле чтение у меня есть большая беда я не могу полноценно читать книги я отвлекаюсь на какие-то факторы сторонние сторонние факторы будь то работа будь то спорт будь то другие книги у меня получается такая знаешь куча мало в книгу примерно такая да и ну мне нравится классно и очень классная визуализация я читал про чуваков кто сделал достойно вот теперь их 2 сейчас 4 передаста мне конечно не шучу ноутбук ноутбук с наклейками вот это наклейками что здесь за наклейки я просто быстренько по ним пробегусь 70 процентов из них куплен на алиэкспрессе стоил где 220 рублей если кому-то интересно звука оставлю ниже вру не оставлю вот тут есть вот эти два чувака и постоянно забываете сериал так 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 кто это у нас ну короче это собственно это реки морти это реки морти все правильно да потом есть джаз фэмили есть потроха есть палец вверх которым не подарил товарищ есть котик который показывает всем непристойные такие жесты но в принципе да в принципе и есть стыковка стыковка это организация моего товарища муравья артем большинство в москве где они делают тусовки очень классные ребята вот я хотел давно эту крышку сменить но другие меня почему-то моими жирными пальцами постоянно залят здесь ничего не видно это удобно каждый попробовать очень удобно когда-нибудь когда банаку начнут платить мне деньги я куплю себе тоже ноутбук и заклею банан скромно по чтобы не открывал такой вот ну что еще менять шахматы еще собой суши прям как-то достаешь и играешь я достаю станцию выбираем конечно нет я достаю обычно мы каких-то там путешествиях будь то за город будь то в городе на дальние расстояния на велосипедах мы сделаем что можем сесть и поиграть либо там и друзьями шахматы я люблю но не особо в них хорошо играю честно скажу но нормально не по кайфу и нравится цвет взяв комиссионки за 100 рублей 100 рублей стоила эта штука она 80 какого-то года вот это прям круто я люблю какие-нибудь старенькие вещи конечно да ну и в принципе я просто не взял с собой меня был в портфеле фильтр не не знаю насколько это кому интересно фильтр все фильтр цена 757 225 какой богатый человек стоит он получает 75000 это неплохо кстати могли бы рубануть шахматы но учитывая что я тоже не очень хорошо играю хронометраж вы вышел часа на четыре поэтому пока не можем я согласен с тобой полностью но и в принципе все тут есть кофта которая обеспечивает мне мягкое приземление на это очень кстати удобно это же так делать полноцами слушай миш окей сколько теперь моего барахла старом этом столе мы потом еще будем два часа разбираться где чё особенно по книгам особенно чувак точно вот а будем всего перемешивать и будем вынимать интересные веселые конкурсы от что в рюкзаке миша золотина верно миш я подписан на какие-то твои страницы в разных твоих соц сетях и я считаю очень крутым то что первое ты бросил курить и не куришь сколько ну больше там двухсот двадцати дней наверное но это уже такая цифра близкая году по сути ну не близко и конечно году но стремится близко в месяцах отского кстати если чего от ночи не знаю я не курю с 23 января 23 февраля то есть ровно через месяц после бросания курить я встретил свое тридцати дней не курение вот такие у меня выдуманные слова на дамбай где катался на самом городе впервые и полный грудью вдохнул свежий чистый воздух полностью свободный от тебя меняется потому что чувак очень много меняется если ты бросил в январе сейчас будет 9 месяцев я просто свое время не курил 9 месяцев а потом закурил это был провал так что будь осторожен но это ладно нет у всех по разному и второе ты прям бегаешь я прям как форс гамп то есть но это тоже для грунта и всем про это это круто потому что когда вот допустим я иду и вижу 120 его она и такой как раз есть 17 рублей ага я добегаю 4 метра все я заканчиваюсь то есть получается не интересно с чего ты начал как вообще так вот решил бросить курить бег это же получается переключение режима образа жизни переключить его почему ты так решил это что любой думающий извини сейчас секунду гулящий в принципе планирует бросить и все понимает мало кто это делает для например пока не готов точнее скорее всего готов но знаешь как это бывает ты все-таки сделал что это сподвигло почему так меня спрашивали было на первых этапах я спрашивали подобный вопрос но там в тех же соцсетях про который ты спросил бросил я курить я не ставил цель бросить курить честно скажу меня был определенный чель челлендж потому что лет 16 я ставил какие-то определенные цели себе и пытался достигать по большей степени достигал и потом я понял что снова года с 2018 у меня не стоит никаких целей на на жизнь то есть я зарабатываю деньги я фотографирую я вот развиваюсь там в творчестве и в чем-то еще но нету конкретных целей я подумал какие цели можно поставить и как давно я смотрел прикольное видео что нужно поставить те цели которую ты не хочешь ставить ну допустим тебе вот нравится банаку тебе нравится да ты попробуй воспитать силу воли таким образом чтобы не пить банаку банаку лучшую воду в этом доме вот не пить и 30 дней я не ставил себе цель например что а пит например ну это мы запекаем да потому что банаку лучшего вот я тебе сейчас переведу а номер а привязан там 17 рублей и вернувшись к разговору не ставил короче цель бросить курить оставил цель не просто не сделать ни одной тяж к сигаре ну поначалу скажу было трудно потому что я курил до этого лет 7 или 8 ну нет вру лет 6 достойно я могу этим хвастаться то что я курил долго только бравируете только в том случае если я бросил бы я и бросил и теперь я могу это всем открыто заявлять вот классно считаю то что курить отстой лучше не курить и пить воду сами знаете какую естественно слышно объект тоже так же цели та же самая история почти на самом деле из меня конечно слушаем сколько-то пятнашку просто бене донос уже делали 17 половиной да у меня всю жизнь такая история то что я как-то был связан со спортом там шерса школы играл в баскетбол потом на будучи катания на ватрушке ватрушки я упал короче на плечо и повредил себе плечо тем самым немного не занимаюсь баскетболом и до этого плавания короче очень много 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 всего и но это все виды спорта команды то есть там нужно действовать в команде одному как-то взаимодействовать с людьми нет нравится в принципе мне наверное всю жизнь это есть это взаимодействие с кем-то из вне то есть с людьми я бы не сможет без социума для меня это но очень трудно я люблю с кем-то общаться узнавать подчеркивать никогда не бегал вообще и ну наверное да это были такие цели потому что мне просто было интересно и пожарить пробежал на даче вокруг речки ну там вдоль вот речки пробежал по моему два километра чуть не умер вообще при этом я не курю жара жесть полная да и я подумал почему я бегу так мало почему вот люди там вот бегают по 10 км по 7 по 15 но я не знал самое интересное сколько сколько что такое километр сколько это в беге но то есть сколько это не визуально не таким вот думать так отсюда примерно короче дома к километр ну пойду примерно вот километр а если ты бежишь у меня еще на часах идет синхронизация с телефона мне наушники сквозь музыку говорят то что там вы пробежали один километр и когда ты бежишь сука уже шесть минут они говорят тебе что-то пробежат и такой ну я может еще я что-то не включил 850 метров да почему так странно начались ты ждешь ждешь а там по прежнему катя лель да там по прежнему катя лель не там катя лель там бастов играет вот у них скоро fit кстати оснащил fit да классное слово из 2008 наверно ты вот так вот откуда что у тебя в 2008 местного fit вот и короче пробежал потом 3 и поставил себе правда цель за сделать десятку без остановок для меня это было целью неподъемной как я считал вначале пробежал 3 пробежал потом 4 пробежал 6 пробежал 8 и сделал в дивногории 12 половина через неделю сделал 17 половина за три недели я сделал с 2 до 17 без остановок вот круто ты спросил марафону давно 29 полу марафон 29 сентября полу марафон 21 км я поверил в себя после 17 километров и решил прогуглить смогу сколько стоит пробежать 41 километр из юзов до борового примерно 22 километра это нужно пешком пробежать из юзов до борового и обратно это займет примерно часа четыре с половиной столько же на это время и дают но к счастью наверное для меня уже была закончена регистрация вот поэтому я побегу как мои друзья 21 километр за два часа меня цель сделать 21 меньше два часа вот 17 половина я пробежал за час 40 но если быть точным час 42 вот очень длинная такая дистанция оказалась и многие конечно потом отнимались их могут можно было менять в робокопе как в робокопе вот интересно это уже 98 скоро будут какие-то словечки типа хай-фай современные на творчество они вредут хай-фай да ну кстати я теперь чувствую себя несовременно потому что для меня хай-фай системы те чуваки которые девочка мальчик и мальчик до этого скорее люби меня люби это не топится они сейчас придут расскажет блин тогда подождем подождем еще 3 у всех есть вот до бежать классно круто круто слушай миша сегодня ко мне в рюкзак попал компромат на мишу солодина класс давай и поэтому что в рюкзаке я просто хочу реально вот спросить тебя вот что вообще такое и как так получилось компромат на солодин то есть по частному подошла женщина сказала что очень любит мои передачи дала мед конверс то есть примерно какие-то вот такие вещи мы с тобой про это уже как-то недавно общались но я бы хотел еще раз поподробней как так получилось чем-то руководство что это сподвигло здесь немножко вот про эту твою серию и это кайфово я считаю я примерно такими вещами занимаюсь просто я не ожидал конкретно вот от тебя я знал что ты фотограф туда-сюда а тут бац и такая довольно таки интересная что самое важное не просто а именно концептуально какая-то вещь на самом деле такая я человек который любит говорить я прямо буду делать спикизи ну типа общаться это много-много говорить это не восхваление там себя либо кого-то там другого это просто фан ради фан фан вот по поводу выставки выставка не изданной спектакли она была придумана не спонтанно на самом деле у меня меня позвали делать выставку в джанго из jaz family команда просто сделать выставку фотографии вот но я решил то что выставку фотографии делать уже для меня не особо актуально потому что меня мира ощущения сейчас немного изменилось это не значит что что я не люблю фотографии значит то что меня фотография дизайн веб-дизайн видео production постеры сливаются все воедино о чем в дальнейшем я думаю узнают люди вот но это это план на будущее суть не в этом все том то что позвали делать фото выставку я говорю давайте лучше сделано выставку графики что такое вот графика я говорю ну я просто сделаю то что мне нравится они говорят а что я им скидываю два примера того что мне нравится то что я сделаю они говорят это круто это супер давай делать в общем мы сделали 11 работ в трех цветах моих любимых цветах это вот они даже есть на этой майке это фиолетовый желтый и зеленый эти вот цвета а красный тут нет красного на самом деле да там просто красный черный белый я просто думал сейчас скажешь типа да чувак ты видишь также как и я мы с тобой художники типа йоу давай там петюню ладно по мне так это вообще майка с группой фай 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 ладно проект не будем а грустно а то они потом скажут вы использовали наш наш бренд вашим великой аудио видеозаписи давайте нам бабосы high five фигушки то как в минерале только на сердце вот вернёмся и короче мы сделали классную выставку как я считаю классно потому что не было полностью искренне как я считаю делать продукт для города потому что она была некоммерческая как и 2 выставка она была искренне полностью мы сделали у меня было концепция которую я донес как я считаю по крайней мере выставка была ночной но это пока что не не про этого про прошлых выставку она была ночная закрытым входом только по пригласам мы убрали все столы все 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 в заведении я там поставил специальное освещение оборудование мы с моим товарищем серёжа астахова с его девушкой машей дедовым вот мы сделали такой концепт то что помимо еще и с вальком валёк спасибо тебе огромная правда я имею это сказать прямо сейчас ты очень нас выручил тогда вот мы сделали не только классный свет потому что у серёжа хорошая визуальная какая-то такая стезя он может из простого сделать сложно но при этом чтобы это не было сложным то есть сложное по визуальному но не сложно и умственно чтоб ты понял о чем он пытается донести но чтобы это не казалось типа тут что-то странное непонятно в общем это было понятно мы поставили свет поставили видеопроектор и пускали на потолок слова как мы считали мысли людей которые сейчас находятся на выставке это люди которые вообще никак не относятся к искусству и там были слова а где тут туалет а сколько стоит цезарь а чё а где вот миша а я с ним пил вот такие были фразы они зашли еще тоже хорошо это все спич про то как была выставка ночью это было человек 300 может быть 350 по закрытым входом было классно вот все пили вино общались и смотрели выставку потом пару работ оттуда купили все нормально но я их не собирался продавать потому что мама попросила нормально но слушай я не зная ценников на такие подобные виды искусства почему его искусство потому что искусство можно назвать все что угодно даже табурет это искусство это сам выражение табурет даже великая всеми известная вода она тоже самовыражение вот банакова вот и сделали выставку все было по мне так добра открыто супер прошла выставка и был фестиваль театров назывался я врать не хочу часть меня проблема запоминанием этих название чего-либо каких-то вот мероприятий по моему был центр точно центр и мне позвонил директор театра и говорит что увидели твою выставку хотели бы сделать выставку некоммерческую творческую про фестиваль про театры я говорю супер и как раз у меня была идея сделать вымышленные спектакли которые я сам выдумал и сделать к ним постер потому что я считаю что в нашем городе очень классные театры я в них хожу я смотрю мне нравится то что делают но мне не нравится как это все визуализируют я пытался этим показать то что можно сделать лучше вот и мы сделали я сделал 13 работ мы их напечатали на пластике поставили их вначале около петровского сквера там было как проблем когда там была проблема в том что там ну как посчитали некоторые люди мы не прошли цензуру хотя я читал цензор мы все сделали правильно так ли все это понял вот это вот да все забыслы проблемки в этом тоже не вижу странно да потому что все забыслает аббревиатура аббревиатура она может по-разному ведь все расшифровываться то есть может быть все здесь было супер но образно говоря вот а каждый видит в меру своей испорченности ну как я считаю это не относится к плакатам просто такая такое выражение вот и выставку зак закрыли через два часа после ее открытия убрали все постеры я тогда был на свадьбе у своего друга мне звонят я еду помню шампанским вот так вот в газели мне звонят и говорят то что миш твою выставку убрали я говорю да ладно нормально все будет потом понимаю то что все труды и работа которые мы делали с командой я гевор который помогал мне писать текст мой друг серёжа маша это все просто в напрасную и меня было обидно больше за ребят потому что они искренне помогают не за деньги потому что они мои другого друзья или товарищи это все было просто впустую в общем потом она бы стояла неделю а потом мы решили с театром сделать выставку около сквера прям сквере около театра никитинского она простоял полтора месяца вот выставку эту какие выхлопа это выставки были я как планировал да никаких я просто хотела людям показать что мне интересно то есть сам выражение опять же ни копейки я не продавал ничего ничего не делал искренне искусство но я считаю он должно быть нашем городе но все-таки там есть классный аспект то что выставку посетили там художники писатели мне писали звонили было супер отзывчивость ну то есть говорили классно супер спасибо типа мы посмеялись мы там загрустнули мы вспомнили но это было для меня очень отрадно вот и девушка написала мне из управляющей компании которая курирует мегафон и я делал проект после этой выставки для мегафона крупный проект для нашей воронежской области для воронежа для джазового фестиваля я делал полностью визуальное сопровождение в социальных сетях от мегафона я считаю что это достойно это хорошая портфолийная вещь а это очень круто и они сказали то что мы хотим именно видеть не что-то конкретное то как ты это видишь нам понравилось и мы хотим вот мегафон мы хотим тебе подтянуть чтобы ты нам сделал говорю давай чуваки будем делать ну вот такой вот выпало про эту выставку меня кстати тоже нужно подтянуть слушай ну а вот по поводу графики здесь образование какое-то то есть дизайнерское или просто никакого да нет у меня образование что для меня вообще значит слово образование для меня слово образование это человек должен быть образован образован я закладываю не какой-то там бумажку я знаю я закладываю в это слово ничего где вообще не учился не дизайну не графики не фотографии просто мне 24 года я работаю в фотографии с 16 лет почти с 15 лет и за этот промежуток времени у меня такие наросты хоть это не очень слова такие графические произошли потому что я работал стану со школьного возраста в компании уже где были крутые дизайнеры это все впитывал смотрел но никак это не выражал то есть не я ничего не делал образование нету я ориентируюсь на западный рынок я меня наверное просто как я считаю могу себя там похвалить отчасти у меня хорошо за время профессии развита чуйка и и вот развит такое называется это фотографический такой ум то есть я вижу где кривовато и это может быть хорошо и это может быть хорошо когда кривовато может быть хорошо в искусстве только открыто начали пользоваться в двадцатом веке асимметрии до этого асимметрии не пользовалась и если смотреть картины художника века там эпохи возрождения там либо там позже и эпохи они все делаются по золотому сечению эти все они сделаются правильно правильно тиновая политика теневая цвета что-то ты сделал неправильно тебя выбрасывали из когорты этих людей вот а в двадцатом веке искусство приобрело аспект искусства ну то есть я не считаю что тогда не было искусства просто настало более не элитарным а открытым и для меня но это кстати произошло как раз потому что появилось фото ну возьмем ряда кстати читала относительно недавно то есть почему появились такие люди как ротченко кандинский и тому подобное до лисицкий потому что появилось фото и люди поняли что ну а зачем а давайте дальше шагать то есть это пошло примерно в одно время это произошло и так получилось ну для меня на самом деле вдохновление в некоторых работах считается поэт маяковский и он считается не я его считаю не только классным поэтому я считаю его просто гениальным человеком из маркетинга вообще буквально недавно смотрел вообще плакаты какие-то рекламные они сумасшедшие крутые если можете найти посмотреть то есть не только про широкие штаны это много еще о чем им очень круто наверное большинство плакатов которые вы увидели в интернете в барах здесь советская пост индустрия это плакаты маяковского в том числе да и самое интересное вот что я про него знаю то что там слоганы сидел лон и даже некоторые визуализации он не был там художником он их заказывал но он говорил конкретные вещи нужно сделать и там при обладает три цвета но это он был же певцом революции там белый черный и красный я никак с этим себе не отождествляю просто так совпало как я считаю вот но такая длинный спич про графику которая делала круто мне понравилось еще в тот раз мне понравилось еще раз я себя грамм где-нибудь их от самое на будущее на перспективку спасибо круто слушай ну а вот кстати еще значит хотел спросить читал что ты еще лагать не под кому-то что-то делал да да я на самом деле очень плотно сейчас занимают графическим дизайном туда больше ушел я кто миша солодин он кто он фотограф он дизайнер он в первую очередь человек он ищет он в первую очередь человек потому что я ценю своих друзей родителей свою женщину за то что они во мне видят не мишу солодина как фотографа дизайнера как какого-то креативного чувака они вернули человека и это важно то что работа и какая-то внутренняя система переплетается жизнь с моей возможно я буду каменщиком через 20 лет никто же об этом не знает но я уверен то что те люди которые сейчас есть по жизни по крайней мере это хочу чтобы они у меня оставались и давали мне все время повод оставаться человеком потому что я считаю что главное быть человеком а миша солодин это наверное сейчас если говорить про какие-то профессиональные вещи это фотограф дизайнер креатор это человек который развивается ищет но это больше digital миша солодин это digital я бы так это назвал вот это видео производства фото просто я не умею снимать видео но к смысле монтировать его монтировать склеивать я сделать всего в жизни два видоса как говорят ну прикольный но слово прикольный для меня это прям плохо значит на типах но прикольные но прикольные за штаны ну и чё ладно и видосы видео не умею я снимать смысле монтировать но умеет снимать именно картинка и видеть могу и в команде с людьми с профессионалами мы делаем для крупных компаний на самом деле я занимаюсь еще видео продакшеном мы для крупных компаний в регионе в россии делаем видеопродукт который потом он транслируется некоторые на на телеканалах есть наши ролики есть в интернете это крупные компании с которым есть контракт вот а по дизайну есть определенный пул заказчиков которым я уже работаю вот это логотипы это новые приходят по знакомству люди то есть им понравилось они говорят а давай сделаем вот а по каким-то вещам таких как баннерная вещь сайты два сайта сейчас я себе сайт сам переделываю в плане верстки с кодом вообще никак не связано как-то его передизайниваю сам а давать буду человек который будет делать мне его в плане ровно также работа потому что я вроде как представляю как мы могут какие-то вещи выглядеть но но это четко начинку до четко это за без четкого т.з. результат козы но это давно известно это еще не маяковский так не маяковский мне кажется я забыл и в клип а не в клип до его слова у него в инстаграме даже вот есть можете даже посмотреть вот а я его веду вот слушай мисс окей с этим понятно это круто я люблю ну то есть одежда тоже как бы дизайнер если ну как бы говорить нельзя либо ты дизайнер либо ты не дизайнер дизайнер фонд некоторые говорят что крутой но это же классно вообще некоторые говорят что прикольный и вот это меня тоже напрягает вот как тебя еще слушай ну нормально вот значит раз слушаем нормально она такая тоже сомнительная это ощущение что что ты прям сделал говно да да вот у меня спросил как-то раз у заказчика как ему два баннера которые я сделал которые были в москве там вот висели а мы долго делали там согласовывали их переделал я был уверен в ответе то что чувак мы повесили шли люди там по набережные все фоткали в инстаграм выкладывали я прям пишу прямому длинный длинный текст на почту говорю там пусть будет его зовут александр вот александр привет хотелось бы узнать на расстоянии как выглядят мои дизайнерские работы которые висят пусть будут на проспекте мира он пишет мне это в письме между прочим от не в айске не надо мне в социальных сетях аська аська 92 вот он пишет михаил привет все нормально вот так вот михаил привет за нормально завтра все нормально возможно они сгорели мир михаил возможно их и не было михаил возможно мы отмывали деньги через ваши баннеры михаил все нормально может он до symmetry на тайну 나 на самом деле да такая вещь то что можно все нормально значит не все нормально скорее вот буквально сегодня в телеге заказчик написал это очень плохо спасибо то есть в реальному не понравилось то есть мы потом пообщались но это реально звучит не так обидно как это нормально типа и значит ему все равно да 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 это не относительно напрягает суши но графика графика это отлично смотри давай знаешь какой вопрос есть как прям он такой при него многие ходят короче люди знаешь в подъездах о чем говорят ну отцу и отцу и а потом когда уже про машина ли все маша есть ли лена 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 за и листоками но неважно подъезда это условно смотри миша салонин я все-таки считаю но это в топе если брать прогрессную ну этого точно этого точно слушай ну ты зашел сегодня в подвес эти все это вот прям засияло там все у нас лампочка на темно так что вообще если бы шел я шел бы так засияло ну у нас не такой плохой подвес хватит тебе но просто реально лампочка два месяца не работала просто начало и загорелась смотри ты в топе я считаю что фотограф в городе на мой взгляд если может там не лучше может это субъективный взгляд но не суть есть такой миф определенный среди каких-то людей которые обычно шепчутся за спинами то что все топовые фотографы занимаются сексом с моделями насколько это миф потому что мне как бы я не люблю шептаться за спиной что-то еще на меня почему-то кажется что так и происходит не все вот эти ну фуфыренные красивые красотки они на деле просто вот ну ты понял это миф или так оно и происходит может даже не с тобой может ты ты же все-таки вкрутишься в этой сфере это так или это все-таки больше миф смотря что снимаешь ну трудно спать с женщинами если ты снимаешь интерьерку это нужно быть просто короче таким вот чуваком ты вот пришел снимать интерьерку она вот так вот легла и говорит начал ты фоткаешь кухню потом ты берешь нет да то есть в зависимости от того что ты снимаешь если снимаешь ню да то не скорее всего там снимаю ню ты возбуждаешься наверное потому что я не снимаю вообще это не значит что я не люблю там женское тело это значит то что я не вижу ню такого честно говоря искусство как его все видят потому что то что за шторами там в пелене да так называемый должно оставаться за шторами то есть не люблю выносить какие-то там фотографии там полностью обнаженных женщин можно что-то там сделать сексуально сексуально это не пошло когда пошло это плохо ну лично для меня потому что пошлое искусство это не не искусство это просто пошло вот отвечая на вопрос тнт просто да да отвечая на вопрос спят ли фотографы с моделями ну на моей памяти очень было много съемок я ни разу не спал с моделью я целовался модели на съемочной площадке после съемочной площадки мы гуляли после потому что что понравилось но чтобы прям как было в порно что ты снимаешь не она как тебе подходит она берет убирать горит миш хорош на чем мы можем знаем чем это всем кончится до противополит такого все-таки не до такого все-таки или такого образа не было с тобой допустим блин такого наверное не было со мной а если и было то был настолько плохо что слава богу я забыл как говорится да но честно говоря такого на памяти не было чуваки которые снимают там какую-то обнаженку я не за кого-то не могу кем-то апеллировать из-за кого что-то говорить ну да наверное спят но все же люди всегда да наверное спят в москве так поголовно поработав некоторое время в москве этом вот работал наездами там жил там конечно секс в почете но в почете там секс-ходовой товар но он был так всегда москва-питер секс-ходовой товар действительно поработав на неделе моды там вообще там честно скажу три вещи которые я запомнил с недели моды это это черная одежда у всех вот почему-то меня такое чувство я вот первое что вспомнил наркотики наркотики я запомнил я их сам не употреблял но заходя в туалет видишь на бачке дорожки уже вот снюханные некрасиво хотя поставляли что еще они все снюхали вот шучу вот и третье конечно это ну разврат который происходил по слухам а точнее не по слухам а по прямым разговорам моделей после показов на автопати ну секс вечеринки даже не так какие-то были вещи пошли эти вещи конечно расстраивают в целом если смотреть на кого-то они подбадриваю типа не дают стимул двигаться профессии и вот это я вообще не уважали это стимул вот я к чему не то к чему ради чего и вообще а ради чего вот я допустим подошел фотографию в 16 лет я шел не ради заработания денег а потому что мне честно снился фотоаппарат вот без шуток мне снился фотоаппарат мне вот правда мне так хотела снимать я снимал на мыльницу семейную каких-то кошечек собачьих и попросил у отца купить все фотоаппарат он говорит мишта наиграешься подумающим да да но это то кстати что я хотел услышать вообще в принципе в какой-то момент потому что я вот считаю у тебя получилось потому что заходил недельных а фоткать у меня получается потому что иногда дай бог ну по крайней мере мне это кажется не потому что я хочу блин денег да понятно что я хочу и это всегда есть в голове но хуже когда не хочет первая цель это другое это сделать лучше это сделать хорошо это блять людям помочь в конце концов суши вот это то что хотелось в принципе опять хорош слушай и тогда вот кстати от этого от москвы от вот этого разговора про то что не будем об этом сейчас вот кстати смотри вопрос который я в принципе хочу в дальнейшем назвать всем людям которые будут появляться у меня ты как дудь будешь говорить нет чтобы ты сказал не видеть перед саму нет ну нет нет нашего гусева да давай а чтобы я рассказал я считал по вашему городу и двуму соврал 47 баннеров зная среднюю цену за размещение в тринадцать тысяч рублей я бы сказал ему так конец я посчитал что это будет миллион двести на миллион двести вы бы смогли отдать если бы вы захотели сделать хорошо людям своей компании могли бадать детский дом на суши камон баннеры просто не хочу про политику у нас прошлая передача была такая сильно политическая но кстати раз ты начал у нас мэрии ребята вот мы пьем с тобой вот я купил этот кофе за там условно 80 рублей до любовь я могу это стаканчик пользователь 2 недели ладно условно кружка в магазине стоит насколько вода сколько кружка из какой-то пеш стоит вообще чувак не помню сколько она стоит но я можно купить пусть у нас будет стоить 75 рублей допустим ну можно найти за 300 с прикольной картинкой реальный закуп есть короче цифры на сайте там какие-то подстаканники короче там какие-то короче 4к подстаканник один нет но все вместе то есть на кончик подстаканник 4к закуп закуп миш 600 это 2 рядышком стоит детский дом чуть поменьше туда бы они могли пойти а люди бы чай попили нормально ну ладно не будем на грустно про воронеж про москву про воронеж смотри я горблюсь вот ты говоришь ты человек я тоже человек все люди все люди и постоянно что меняется размышляешь думаешь смотри если вкратце всегда не понимаешь что будет дальше а может я там уеду жди другой город можно быть в другую страну а может будет ситуация которая вынудит уехать в другую страну потому что есть предпосылки к сожалению да но мне как-то всегда хотелось в питер там допустим да может еще какой-то там типа казани город ну что такое сказали нет собак а сосиски сиски есть но правильный собак в этом были зимой на не ни одной собаке зимой а может потому что чемпионаты их же отстреливали да не мы были в позапрошлом году не видели ни одной собаки зимой сделали вывод то что шаурму мы там короче не ели это странно и вот но я все чаще и чаще ловлю себя на мысли я просто дико кайфую от воронежа в принципе хожу по улицам какие-то есть там места да вообще даже где-то на левом можно найти кайфовый город крутой у меня допустим есть вопросы к людям да больше но городу у меня вообще никаких вопросов я ловлюся на мысли что я все-таки все я же человек может что-то поменяться да но я все ближе и ближе к тому что реально хочу жить и развиваться тут и не уезжать куда-то там расти а делать здесь отсюда это это деньги просто приходят за рекламную интеграцию банок вы миша столько раз сказал что процентик маленький я хочу реально вот мне кажется я приду к тому в итоге что остаться тут и делать воронеж таким за счет своих каких-то действий там не знаю тот же дизайн там плитку класть можно плитку класть можно как минимум то есть и делать город лучше чтобы люди хотели ехать сюда вот ты хочешь жить и развиваться тут и делать город лучше или все таки куда-то стартануть но я данный момент понять что все это может поменяться но вот сейчас как ты чувствуешь сейчас как я чувствую я опять же возвращаясь диалогу быстрому в про москву поработал в москве я пока что он не хочу уже вот работать потому что это и насытился суетой сейчас у меня некоторый другой образ жизни тоже суета но она такая больше физическая чем моральная это какие-то гонения там быстрее 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 что там и что там тусовки нет не интересно там тусовки то надо быть в тусовке москвисты не не в тусовке тебя нет то есть они эту в инстаграме в москве тебя нету либо ты андеграунд полный ну там таких много а стреляют единиц ну то есть какого-то коммерческого успеха и сделано чего-то лучше вот этого не добьешься если ты не крутой в москве это сливки такие собираются там пока не хочу работать в питере вообще вместо жительства питера как я не рассматривала люблю питер но жить там почему-то метод к нему душа короче не лежит не знаю воронеж нравится я воронеже родился всю жизнь живу я смотрю как город преображается это реально для меня просто открытие то что я открыл вот глаза и посмотрел что произошло за последние пять лет это просто офигеть это очень круто то что сделали площадь около д.д.ю. да слушай не видели кстати вот сегодня я сейчас там шел там кольцо стоит да 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 я видел не виделся на на пересечении кольцовский плехановской вот этот скверик уже стоит кольцов монтируют это тоже круто это супер правда и на вопрос отвечая твой где бы я хотел жить и чтобы я хотел делать я считаю не четкая политика что не место красить человека человек место да и в любом месте где бы ты не был если ты сам человек талантливый если ты хочешь развиваться жить хорошо зарабатывать делать какие-то благие вещи не для себя первую очередь ну хотя там чтобы не были смешные дать учить там для общества для себя то мы для индустрии то ты будешь везде принят как свой вот и но по какому-то миро ощущение пока что я в воронеже пока что я в воронеже у меня сейчас такой этап жизни что я хочу вот очень много сделать тревела и сравнив жизнь там и жизнь здесь не для себя для детей я пойму где лучше менталитет да менталитет конечно у нас свой это объем своих чтоб чужие боялись это кого называют вот это мы держимся друг за друга когда мы в какой-то другой стране но в своей стране мы друг друг другом и не держится для меня это для меня это очень странно для меня это и странно для всех кто к нам приезжают они говорят то же самое вот поэтому пока воронеже но дальше будет видно правильно что мы не знаем что будет надо сравнивать просто смотрю в будущее далеко отлично я думаю на этом можно заканчивать сколько прошло уже ребята спасибо что смотрели миша спасибо что он приехал чтоб она везет да было интересно мне узнаем минимум точно за и носим спасибо ну и ребята заканчивая наш сонный выпуск который получился очень даже кстати бодрая беседа с мишей факт slip make money красовался всю дорогу сегодня у нас тут blacksmith и постерс если кто-то помнит можно там их найти приобрести а конкретно этот я решил что ребята давайте мы его еще раз попробуем разыграть то есть мы разыграли в трасс другой мало было активности в этот раз я предлагаю просто подписаться на группу вконтакте что в рюкзаке сделать репост с этим видео себе на странице пусть покрасуются люди посмотрят может кому-то будет интересно послушать про все то что мы сегодня обсуждали и просто элементарно тупо случайным подбором там как это ежемиллион сейчас приложений которые там выбирают ну просто выберем победителей кто-то придет и повесить себя домой этом на стеночку вот а вообще в принципе подписывайтесь на канал и вот как ты никого не приглашал подписываться думаю и никто не подписывается потому что смотрите вот у меня сейчас 28 подписчиков но я считаю что это вообще лучшие ребята вот если вы хотите стать лучшим просто подписались на канал и ничего сложного и также ничего сложного думаю нажать большой палец вверх как бы будет мелочи приятная вот обычно это не слово я оставлю некоторым то есть спасибо что посмотрели надеюсь было интересно дальше больше как говорит миша соловин поэтому до встречи увидимся что в рюкзаке в рюкзаке в рюкзаке